МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто будет работать в полиции честно, если нет бумаги, бензина и мало платят? Это слова главы нацполиции Украины, хотя и Деканаидзе. В канун первой годовщины создания национальной полиции Украины осозналась. Структура обеспечивается только на 30%. Не у каждого следователя есть рабочий стол, компьютер, в дефиците бумага и топливо. Но вместе тем заявила, после переподготовки зарплата участковых составит 6 тысяч гривен, следователей 10 тысяч гривен. Хотя считает, что следователям надо было бы платить не меньше 20 тысяч гривен. О гранях современных будней полиции Днепропетровской области. О росте преступности, реформах и переаттестации. Сегодня говорим с главным полицейским области. Игорем Репешко. Здравствуйте. Начнем с того, что тревожит всех и каждого. И глава нацполиции Украины, хотя и Деканаидзе, заявила, и много об этом говорят. Сегодня рост преступности. Огромный рост преступности, особенно тяжких преступлений. Какова ситуация в нашей области? Что вас тревожит больше всего по итогам полугодия этого? Ну, наверное, именно это и тревожит. Потому что действительно рост преступности у нас есть и достаточно большой. Чяжкие преступления в том числе в области? Вы знаете, наверное, каждый регион, каждый город, он оценивается по практически четырем показателям. И считается, безопасный город или небезопасный город. Это первое, это медицинская помощь, как оказывается. Второе, уличная преступность. Третье, это аварийность на дорогах. И четвертое, уровень работы террористических организаций, как они у нас тут проявляются себя. Ну и вот в данной ситуации, ну, именно если по этим категориям говорить, то, конечно, у нас есть проблемы, потому что у нас уличная преступность, если даже говорить по сравнению с прошлым годом, возросла почти на 200%. На 200%? Да. К сожалению, это приходит констатировать. Я не говорю о том, что наши правоохранительные органы практически ничего не делают. Мы вместе с тем можем констатировать такие факты, что и расследование преступления, вот нам удалось стабилизировать как-то цифры определенные, несмотря ни на что, ну, к сожалению, приходится... Какие-то, что именно вас больше всего тревожит? Это уличная преступность, это воровство, это квартира, что это? Ну, меня, как руководителю, в первую очередь тревожит все. Ну, в первую очередь, состояние правоохранительных органов. Это самое главное, то, что у меня должно быть. В каком они состоянии, они действительно в боеспособном состоянии, они могут добиться какого-то успеха или нет. Это основная задача, которая и ставилась, и ставится, и будет ставиться во все времена. Вы знаете, что, хотя Деканеза говорит, что прежде всего на это влияет, конечно же, ситуация, которая в целом в стране. Но я знаю, что у нас ситуация не менее сложная и с кадрами, как вы говорите, сотрудники. Вы, если я не ошибаюсь, с открытым письмом еще в апреле месяце обращались в нацполицию Украины о том, что у нас на то время в области ушли из органов внутренних дел более полутысячи человек. Это было столько свободных вакансий. Полтысячи. Ежемесячно, если я не ошибаюсь, увольнялось 100 сотрудников. Ну, это были ключевые подразделения. Криминальная полиция, следственное управление, спецподразделения. Ну, вот есть ли даже участковые, и те уходили с органов внутренних дел. Какова ситуация на сегодня? Усугубилось это или возвращаются кадры? Это проблема и очень большая, к сожалению. И я говорил, это не только... Во-первых, это письмо было не было открытым. Это было написано, я и в прошлый раз это говорил, и сейчас повторю. Письмо было написано как служебное. И каким способом оно там попало в прессу, это уже другой вопрос. Я думаю, проводилось служебное расследование и выяснят эту ситуацию. К сожалению, ситуация не улучшилась. И на данный момент у нас порядка тысячи человек ваканты должностей. И я не думаю, что поток лиц, которые пишут заявление, уменьшится. Во многих областях, там, где прошли аттестацию, люди, даже те, которые прошли аттестацию, все равно пишут заявление об увольнении. К сожалению, можно говорить о том, что кризис, который есть в какой-то степени в нашей стране, он точно так же достиг и правоохранительных органов. Это есть. И действительно, надо уже для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно уже какие-то принимать кардинальные меры. Точно так, как и преступность в нашей стране, она как-то там трансформируется и принимает какие-то новые обороты. Точно так и кардинально нужно менять сейчас. Точно так, как это было в 90-х годах. Создавались какие-то подразделения УБОПа, принимались какие-то новые законодательные акты. Наше законодательство, то, которое действует сейчас, оно вырабатывалось и создавалось на период, тогда, когда была стабильность. Сейчас, к сожалению, я еще раз говорю, мы не можем говорить о том, что у нас все так же осталось, как, предположим, это было в 2013 году. Это далеко не так, и нужно учитывать эту ситуацию. И для того, чтобы изменить эту ситуацию, нужно принимать решение не только в реформировании законодательства, но и в реформировании каких-то взаимоотношений между правоохранительными органами и другими организациями. Нужно принимать решение по реформированию самих правоохранительных структур, создавать какие-то структуры, которые, ну, исходя из того времени, исходя из тех возможностей, которые у нас сейчас есть. К сожалению, это так. Ну, вот смотрите, получается, что с апреля, вот за 4 месяца, это еще полтысячи сотрудников ушли только в Днепропетровской области? Да, ну, я отвечаю за Днепропетровскую область. Я просто, знаете, даже боюсь спросить, я вот вычитывала информацию, находила... Знаете, очень, вот, вы, наверное, сейчас опять зададите мне вопрос про аттестацию, наверное, сейчас... Нет, аттестации, я пока до аттестации дойду, я хочу спросить. Смотрите, она наводит пример одного из районов Киева, где на одного следователя приходится 250 дел. Да, у нас до 400, если на некоторых доходит. Сколько? До 400. Тех в маленьких, где-то, в небольших районах, это до 100 дел. Но тут даже не в этом вопрос. Понимаете, мы уже говорим сейчас о текущей работе, та, которая происходит вот сейчас. Вот я при заслушивании все время обращаю внимание, начальник Ковра и Дела, сколько у тебя сотрудников уголовного розыска ежедневно выходит на работу. Так вот, в разных районах по-разному, но приблизительно получается так, где-то от 4 до 8 человек, но в разных районах. Если учесть то, что у нас регистрируется порядка от 12 до 20 ЕРДРов, ну, вносятся как уголовные производства, то представьте, насколько текущая работа. Это практически, вот мы, единственная уголовная роза занимается тем, что регистрируют уголовные дела, ну, вместе со следствием. То есть, вот мы работаем на сегодняшний день. Те дела, которые попадают там дальше, где-то там в работе, ну, это же надо к ним вернуться, поднять, посмотреть. Не хватает сейчас людей. Но самое, с моей точки зрения, и я обращал на это внимание, руководство МВД и правоохранительных органов, что нужно максимально, ну, можете вспомнить и прошлый разговор на эту тему, нужно максимально быстро принять решение о новых сотрудниках, максимально быстро принять решение, кто придет сейчас на вот эти вакантные должности. Ну, и, естественно, создать условия, чтобы этим людям было комфортно работать. Почему? Потому что это тоже не так просто. Потому что, согласно закону полиции, он, человек, должен пройти определенную проверку, это где-то порядка месяца, может быть. Потом три месяца еще первоначальной профессиональной подготовки, это согласно закону полиции. И только где-то четвертый, там распределение, ну, вполне вероятно, учитывая нашу бюрократию, это 4-5 месяцев, а то и 6. Это если экстренно принять веру? Вот если мы сейчас начнем принимать, то вот представьте, только через 6 месяцев, 5-6 месяцев к нам придут сотрудники. Но это же не значит, что мы завтра эти меры начнем принимать. Это же надо, чтобы со столицы была команда. Я просто говорю, что действительно проблемы у нас существуют. И очень бы хотелось, чтобы реформа полиции именно учитывала, именно сразу же рассчитывала на том, что мы реформируем кого-то, даже та же аттестация. Мы увольняем кого-то, но мы должны знать, кто придет на их место. Вот это вот самое главное. Причем должны прийти, ну, я, может быть, сейчас немножко так проведу аналогии вот с воинским подразделением. Знаете, там в каждой армии существуют определенные степени боеготовности. Вот, к сожалению, и у нас это степень боевого. Мы должны быть всегда, вот, правоохранительных органов, полиции, это постоянная боевая готовность. Это ничего другого тут не придумано. Все-таки это не должны быть просто новачки, мы уже это поняли на патрульных, об этом тоже поговорим. Скажите, можно спасти... Успех, успех любого предприятия зависит от четырех моментов. Это четыре самых главных момента. Это дисциплина, профессионализм, материально-техническое обеспечение и моральная готовность ко всему. И вот, ну, к сожалению, ни одного из этих пунктов, ну, только что, разве что дисциплина. Вот у нас еще осталось и то, но, к сожалению, не всегда мы можем констатировать факты, что действительно дисциплинируют наши сотрудники. Но остальные все пункты очень слабо и страдают, к сожалению. Ну, а как быть, если практически год сотрудники правоохранительных органов в ожидании аттестации? Это какой моральный накал? Можно просто представить. А что касается материального обеспечения? То, что они ждут, а вы представляете, что творится в интернете или что творится в социальных сетях? Что им приходится читать и выслушивать. Что это выслушивать? Я уже за это молчу. Это говорит о моральном накале. Понимаете, я все время их постараюсь убедить, и я и сейчас, и при всех это заявлю, что аттестация хорошо, мы примем обнимание, но пока я здесь руководитель, значит, будет приниматься решение только по профессиональным качествам. Работают человеки по показателям. Увольняться будет. Вы говорили о материальном обеспечении. Сама Хатия Деканаидзе говорит о том, что только на 30%. И есть даже такое, что следователь не имеет ни рабочего стола, ни компьютера, нет бумаги. У нас тоже есть такая? Я думаю, честно говоря, такого, я думаю, что это немножечко. Я надеюсь, что это где-то в районах глубоких. Может быть, в районах где-то. Конечно, с бумагой проблема. Конечно, действительно, денег... Ну, я подсчитывал, как финансируется наше подразделение, где-то на одну треть по всем подробностям. Вот приблизительно в таком уровне. Но еще же даже не в этом проблема. Вот смотрите, сегодня прихожу, читаю рапорт двухначальника в райотделе. Зима скоро. У них сейчас отключили полностью от отопления. Вот зиму им придется опережить. Ну, я даже не буду скрипать Никоп или Марганец. Значит, каким способом? Посчитали мы сумму, на один только Никополь нужна миллион триста пятьдесят тысяч. Вот просто, чтобы сделать там буржуйки. В самом прямом смысле слова. Ну, приблизительно. Немножко так, как говорится. Вот в таких условиях приходится работать. Так вот, так и приходится думать. Машины поломаны, поставок машинок никаких вообще нет. Все новые машины мы отдали патрульную полицию. И, к сожалению... Об этом поговорим чуть позже. Скажите, вот повышение зарплат следователям до десяти тысяч, участковым до шести тысяч, это изменит как-то ситуацию в целом? Знаете, мы с вашими коллегами посчитали, что в принципе в 2013 году, вот в 12-13, средняя зарплата следователя была там от двух до четырех тысяч. И это было там почти пятьсот долларов, образно говоря, при курсе восемь. А сегодня, если мы поднимаем зарплату даже до десяти тысяч в лучшем случае, это нету этой же суммы, учитывая рост цен и всего остального. И говорили, и я еще раз повторю, в любом случае нужно учитывать, понимаете, стремление, любовь к этой профессии. То есть здесь не должны превалировать деньги. Я знаю многих наших сотрудников, которые действительно живут достаточно скромно, но вместе с тем. Они приходят ко мне, несколько человек приходят, говорят, все, меня уже тут предложили, тут и хорошую зарплату. Но вот когда с ними разговариваешь, они говорят, все, хорошо, я продолжаю работать. Есть такие специалисты, есть такие, да, целые династии, и все они хотят работать. Я не говорю о том, что мы все белые и пушистые. Вот поверьте, да, я далек от этого. Но вы же сказали, что дисциплина и очищение, это надо провести, это же не стопроцентное очищение, правильно? Конечно, это обязательно надо провести. Вот ко мне приходили активисты, вот как раз те, которые самые активные там и все остальное. Я им говорю, ну, послушай, дорогой, ну, во-первых, давайте не с этого даже начнем. Почему-то всех интересует именно провести аттестацию. Вот когда я пришел сюда на работу, вот первый год, очень много приходило людей, давайте вместе с вами поработаем по обеспечению правопорядка на улицах. Вы знаете, сейчас я ни одной организации не слышу и не вижу. Все хотят принимать участие в аттестации. Да, вот все в аттестацию провести, прекрасно. Даже вот недавно я посмотрел, я даже обрадовался этому, они стали смотреть за цифрами работы полиции. Я даже обрадовался этому, думаю, ну, наконец-то началось чего-то смотреть на то, что нужно. Аттестация – это не самое главное. Ведь давайте говорить по большому счету, ну, от того, что наш там умный какой-то, может быть, даже преступник знает законодательство хорошо, так наоборот, попробуй тогда и пойми его, на самом деле он будет даже задокументировать преступление, которое он совершает, очень сложно. Самое главное, показатели работы, самое главное, с каким душевным ревением человек это относится. И вот это надо садиться, садиться вместе с активистами. Вот я им предложил такой вариант, что вот давайте сейчас будут новые штаты, которые будут. Садимся с вами, обсуждаем руководителей и будем принимать решения. Ведь, ну, собственно, что такое аттестация? Это пришел человек, написал тесты. Я видел, как в американской армии это проходит. Вот честно, я был как-то на первой подготовке и видел, смотрел, как это проходит. У них приходит, сначала проходит тестирование, потом месяц-два подготовки, серьезной подготовки, потом еще раз тестирование. И как она изменилась, результаты? И только после этого принимается решение. У нас, я не видел ни одного активиста, который бы пришел бы и сказал бы, давайте я вам сейчас договорюсь где-то там с преподавателем, которые придут вам, почитают какие-то лекции. Ну, не было такого. Понимаете, вот сами где-то мы там договоримся. Нет, самое главное, основное где-то поймать машина не так стоит, еще там что-то стоит. Ну, да, или что-то где-то написал кто-то не так. Мне кажется, оценка правоохранительных органов, это самое главное. Да, и в законе у нас написано, уровень доверия. Но уровень доверия населению будет только тогда, когда вот у нас будет безопасно в городе. Те пункты, которые я вам перечислил, вот когда это будет, вот тогда это и будет уровень доверия. Вообще, даже, в принципе, я хорошо понимаю, отдаю себе отчет, что даже в самых высокоразвитых страях уровень доверия в полиции где-то 58%. Ну, к сожалению, наша работа такая, что мы должны где-то кого-то задерживать, где-то кого-то чьи-то, ну, ограничивать права где-то чьи-то. Нам, ну, к сожалению, нам приходится это совершать. Ну, сейчас говорят, что уровень доверия 46%, но мне кажется, что это больше эмоциональная оценка, чем людей, простых людей. Я хочу вот о чем спросить. Вы заговорили о том, что недостаточно опыта в фиксировании нарушений. И вот новые полицейские, патрульные, которые пришли буквально, вот в Днепропетровске это был январь месяц, они уже активно работают на улицах нашего города, и зарплаты у них вроде как хорошие, то, что вы говорили, мотивация не должна быть только финансовая. Но, тем не менее, не удалось и там избежать, я так понимаю, оттока кадров. Если не секрет, сколько человек ушло из патрульных, по какой причине, ну, учитывая то, что на них были потрачены средства? Правильно же? Потрачены средства были не только на них. Потрачено это то, что мы, опять же, то, что мы говорили с вами первый раз. Мы увольняем даже по этой аттестации. Не будем так говорить, увольняем. Они там где-то там на аттестации, принимается решение о том, что этот сотрудник не соответствует. А его государство выучило. Я помню еще в свои времена было, даже если человек не отработал какое-то время после учебного заведения, даже принималось какое-то решение там, какое-то возмещение материального ущерба даже. Тут то же самое. Многие наши сотрудники закончили управление университетом внутренних дел, там, академии какие-то. И вдруг им говорят, до свидания. Ну, вы им извините, в советское время, если был руководитель генерал, и он служил до последнего. Пока не... Я извиняюсь. Но, тем не менее, на его место еще морально приходят люди, которые всего два месяца, как сказать, обучались, и вот они вот как бы на страже порядка. Почему они уходят, скажите? Вот из зарплаты... Ну, потому что, я думаю, что многие не увидели, наверное, опять же, многие пошли именно за материальным, наверное, каким-то благополучием, потому что, в общем-то, зарплата достаточно высокая. Многие видели форма красивая. Я думаю, что здесь... Многие все-таки, наверное, не увидели, какой-то романтики желали. А тут, к сожалению, пришлось столкнуться с какими-то... Ну, поверьте, очень часто нам приходится не самым красивым, и романтики там достаточно мало встречаться. Вот, наверное, есть какие-то... То есть в нашей области тоже новые патрульные уходят, я так понимаю, со службы? Ну, это подразделение не находится у меня в подчинении, хотя, насколько я понимаю, что в сентябре месяце все-таки будет решение принято, и оно будет подчинено управлению территориальной полиции здесь, в Днепропетровской области. Но, насколько я знаю, достаточно много пишет заявление на обувольнение. Ну, в нашей области пошли на эксперимент, создаются совместные патрули сотрудников патрульной службы и инспекторов госавтоинспекции. Как проходят совместные дежурства, увидим прямо сейчас. Вони трохи незлагоджено вишиковуються поруч із автомобілями, готуються стати до роботи. Патрульная полиция та колишні инспектори ДАІ проходят останній инструктаж і за кілька хвилин відправляться на сумісне патрулювання. Завдання супроводити уявну поважну особу до місця призначення. Світлофори відключені на перехрестях регулювальники. Рухатись потрібно колоною. Колишні представники ДАІ працюють у парі з патрульними ще з 7 липня, як каже керівництво, для обміну досвіду. На сьогодні функція безпеки дорожнього руху в місті Дніпропетровське вкладена именно на патрульную полицию, но, к сожалению, пока на сегодняшний момент опыта у них недостаточно. Поэтому проводим такие мероприятия, чтобы ребята и опыт получили, и все эти мероприятия проходили на должном уровне. Объєднати одних з іншими вирішило Міністерство внутрішніх справ, розповідає головний патрульний Дніпра Володимир Богоніс. Каже, це для того, аби не виникало конфліктів між колишніми і нинішніми стражами доріг, вже побачив позитив з такої спільної роботи. Щоби далі не продовжувати ці непорозуміння, було прийняте рішення з липня місяця почати спільну роботу. В цих екіпажах у нас є працівники Державтої інспекції колишньої і час на оформлення ДТП у нас зараз зменшено на 30 хвилин. Владислав спочатку у ДАЇ, а нині у дорожньо-патрульній службі Національної поліції вже два роки. З новими поліцейськими поки виїздив лише раз. Розповідає, за зміну виявили більше як 20 правопорушень. При цьому, хто розумніший, не сварилися. Ми всі в місті, були питання за встановлення іменно постанови за адміністративне правонарушення. По поводу фабулу підказували в некоторих моментах, без проблем. Патрульні, у свою чергу, готові переймати досвід. По ходу руху ми будемо виявляти, фіксувати правонарушення, звісно, пресекати правонарушення. Возможно, будуть виявляти якісь питання, вони будуть виявляти. Врешті колона рушає, дорогою зупиняються, аби одразу розбирати складні питання. Одне з таких – регулювання перехресть, коли вимкнено світлофор. Аби краще запам'ятати, лекцію прослухали на природі. Всі жести робляться через знак внимання зі свістком. Якщо у вас не свісток, вас на даний момент дублірує товариш, сотрудник ДПС. І від теорії до практики виглядало подвійне регулювання ось так. Після всього пройденого під співсирен колона на швидкості мчить до місця призначення – аеропорту. Аби закріпити знання, маршрутом проїздили триті. Сумісні патрулювання та навчання полісмени і колишні інспектори ДАІ планують і надалі, принаймні до нового року. Дякую за перегляд! Оно не так легко далось. Естественно. Так, первое, з чого ми почали, це я своїм приказом ввел сюди, на територію наших сотрудників ГАИ, щоб вони почали работать немножко по дорожним каких-то проішествіям, по той же аварійністі. І сразу же був достигнут какой-то определенний ревостат. Результат був действительно рост определенний дорожних проішествий, але він замедлился і достатньо существенно, почти в два рази. Серьезно? Да. Здорово. В результате, ну, не знаю, все равно був рост. Поэтому основну задачу ми ставимо, щоб приостановити сейчас, остановити хоча б эти дорожні проішествия, і аварійність на дорогах хоча б немножко уменьшити, не немножко уменьшити, а уменьшити, действительно, хоча б остановити її рост. Вот це вот самое главное. Естественно, вот Баганис уже сказав, що там начали возникати какие-то определенні проблеми, і дабы уменьшити ці проблеми в взаємоотношеннях, ну, ви знаєте, що улична пріступність і дорожні проішествия, зараз на відповідність управління патрульної поліції. Але вмісті з тим, я, як руководитель територіального подразделення, я обязаний, я не можу просто так смотреть, якщо є якісь определенні проблемні моменти. Тому і нашли таку форму сотрудничества. Це не тільки включає совмістне патруліровання вулицах, на виїзд на ДТП. Основна задача – це сотрудничество з райотделами, з районними отделеннями, зараз по-новому називається, і перекрити максимально те місця, де совершаються якісь уличні преступлі. Це раз. Ми ще одні з форумів проводимо определенні тренування, і зараз не ставимо нікого в відповідність. Зараз не залишаємо так звані… Угони, да, угони там якісь, чи ще щось такі спеціально. Ну і стараємося максимально часто, ну, задача поставлена раз в неделю, щоб такі тренування відбували. Це дуже… Оперше, ми відслежуємо кожного шаг, кожного полицейського, і потім, наступній неділю, об'язково розбираємо ці… Тобто це такий розбірка… Да, розбірка. …по ошибкам, в тому числе, як, що діювати дальше. Це дуже существенно допомагає, потім проаналізував якісь своі ошибки, ну, діювати дальше більш слажено, і більше вже не допускати цих каких-то вопросів. Знаєте, ми заговорили за аварійність, і действительно, мені удивительно, навіть сама проходя по вулиці, дуже часто замечала то, що чаще всього 90% случаев нарушення правил дорожного движения – це нарушення скоростного режима. У нас дуже багато патрульних, вони на кожному углу, але, тим не мене, лихачі, шумахері, я не знаю, як це назвати, вони яким-то образом не реагують, для них не авторитет. Патрульні мчатся, як по влітной полосі. Скажіть, пожалуйста, якщо будуть камері видеонаблюдення, то на що пошла столица, обеспечив камерами фото- і відео фикси, це сможет ще поміч знизити аварійність на дорогах? Це найбільша проблема, яка треба. Действительно, коли люди видят, що наші пред'являємі треба не соблюдається, це найбільше розчарування, що люди видят, що, дам, задекларували ми якісь, от так должно бути, потім, в конечному відогі, нічого не відбувається. Це найбільше розчарування, і найбільшій удар, і тут нечого говорити. Водітки радуються, що їх не наказують. Ви знаєте, я по цьому вопросу то же саме вспомню наших активистів. У нас за прошлый год 113 человек погибли. За цей год. Уже 113 человек. За цей год, за перші 6 місяців? Да, вже 113 человек погибли. І я задаю вопрос, все время, коли приходять активисты, задаю вопрос, хто за це буде нести ответственность? Вот нашим ми убрали сотрудників ГАИ, які знаходились на дорогах. Ми їх убрали зараз. Що дороже? А вот вони там беруть деньги. Я говорю, а життя человеческая? Ну не кажучи же первая. А життя человеческая, она не дороже? Вот поймите правильно, всегда ми берем пример Запад. Я согласен, там є чому поучиться. Є существу, там стоїть видеокамера. Но там видеокамера, он проехал нарушили, через 15 минут его уже задержали. Понимаете? Основной вопрос. А вы законодательно посмотрите. У нас уже Конституционний суд там вынес массу решений, которые еще неизвестно, будуть эти видеокамеры законодательно закреплены или не будет. Кто за это ходился за рулем? Прежде чем выносить, вот я всегда говорю, увольняемый человек, должен за него кто-то прийти. Принимаем какое-то законодательное решение. Мы должны просчитать все полностью, как будет соответственно реализация этого решения. Ведь у нас сейчас едет машина, а кто за рулем? Ну будет принято решение, независимо от того, владелец платит. Так у нас машина уже 10 раз перепродана. И кто там... Ну короче, законодательных моментов очень много. И единственный способ, ну по крайней мере на данном этапе, и я это дал команду своим подчиненным, выходить сейчас на дороге и максимально уделять внимание нарушителям правил дорожного движения. Максимально. Максимально штрафовать, максимально останавливать. Никаких других способов на данный момент лично я не вижу. Если есть у кого какие-то предложения, я готов выслушать их. Все-таки возноситесь за водителя, который действительно очень серьезно нарушает правила дорожного движения. Это же не только парковка. Не на парковках гибнут люди, будем откровенны. На то, что в наших силах, если учесть то, что мы сократились, то с чего мы начали. Нас практически в два раза стало меньше. Вот насколько возможно, мы сейчас будем этому уделять внимание. Скажите, пожалуйста, мы говорили, что вы проводите учения, в том числе по угонам. Что с угоном машины губернатора? Вышли ли вы на след людей, которые это совершили? Я не буду сейчас. Это тайное следствие. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Вот если бы было в виде наблюдения, помогло бы это? Понимаете, конечно, конечно. Давайте сейчас вспомним, что ровно, это уже немножко больше год назад, я был на сессии городского совета, и там пообещали выделить 20 миллионов, и вроде бы как даже приняли такое решение, выделение. Но, к сожалению, дальше слово опять, помните, четыре пункта. Дисциплина, профессионализм, материально-техническое. Если уменьшилось количество людей, его надо чем-то восполнить. Ну, уменьшили мы количество людей, значит, давайте восполним его чем-то. Но, к сожалению, вот ни того, ни того. Людей уменьшили, материально-техническое обеспечение, оно осталось, к сожалению. Ну, я хорошо понимаю состояние страны сейчас. Ну, давайте. Не, ну, у нас в городе рекордный бюджет. Что известно, когда у нас появятся первые камеры видеофиксации, видеонаблюдения, что вы об этом знаете? Вам обещали уже не раз, я так понимаю. Обещали много, поэтому я не хочу сейчас говорить. Я подчеркивал это, и еще раз могу повторить. Наверное, мы совершили ошибку. Когда в прошлом году у нас спросили, давайте вы возьмете на себя закупку этого всего, установку и всего остального, мы просто перечислим деньги, и вы займетесь этим вопросом. Я тогда открестился от этого момента, посчитал, что нам не нужны какие-то коррупционные вопросы, пусть нам дадут видеокамеры, и на этом все закончим. Сейчас, ну, если спросите меня сейчас, я сейчас, наверное, немножко жалею об этом. Надо было врачу в свои руки. Да, если бы на тот момент что-то произошло, но выделили деньги, я думаю, уже сейчас бы видеокамеры стояли. Ну, я очень надеюсь, что все-таки обратят на это внимание, и мы все-таки будем с хотя бы какая-то помощь в отсутствии количества людей. И не могу также не спросить по машине, таки вышли на след те, кто угнал машину губернатора? Ну, давайте, давайте не будем сейчас. Самый главный сейчас вопрос уменьшить количество угонов. Вообще, в целом. Вот о чем сейчас надо говорить. А губернатор, он, вы знаете, я ему благодарен за то, что он с пониманием отнесся к этому вопросу. У нас он человек здравомыслящий, и очень правильно это все понял. Я надеюсь, что наш уголовный розыск Днепропетровский покажет свой профессионализм, и все будет хорошо. Ну, по крайней мере, в этом вопросе. Я очень на это тоже надеюсь. И то, о чем вы уже вспоминали, о чем много говорят, это переаттестация. Хочу услышать... Не переаттестация, а аттестация. Аттестация, простите, пожалуйста. Хочу услышать из первых уст, как прошел первый этап нашей области. Ну, во-первых, данных мы еще не имеем. Мы говорим сейчас о прохождении первой категории. Первые данные мы получим только... Вот поедет наш кадровик и в пятницу их заберет. Сейчас началось тестирование второй категории. Через неделю будет собеседование. Вот день-два мы заканчиваем это тестирование. Ну, знаете, мое мнение, я еще раз говорю, меня аттестация вообще не интересует. Меня интересует работа наших сотрудников. Вот это вот самое главное. Ну, обсуждают почему-то аттестацию. Пусть обсуждают. Ну, и обсуждают, кто ее проводит. Кто таки проводит аттестацию? Ну, я не назначал туда никого. Подбирал ее специальная, там, какая-то организация. Вот она подобрала общественников каких-то. Эти общественники... Я единственное, что затвердил в этот список. Я еще раз говорю, тут есть какие-то определенные этические какие-то моменты. Нормы, которых вы не хотели бы обсуждать. И я не хотел бы их вмешиваться в эти этические моменты. Моя задача поставлена министром внутренних дел, президентом обеспечить максимальный, насколько возможно, ну, вот в нынешней ситуации, насколько возможно порядок в регионе. Я ее буду обеспечивать. Выполнять законы. Аттестация, ну, есть инструкция, мы обязаны выполнять ее. Все проходят тестирование. Старались подготовить наших сотрудников к этому тестированию. Ну, насколько возможно. А там дальше жизнь покажет. Ну, то, что говорят о первом этапе, то, что слышала отзывы, что мы проходим довольно-таки достойно эту аттестацию. Скажите, вы прошли... Прекрасно. Мы и должны... Я аттестацию, как министр сказал, лично будет принимать аттестацию, поэтому жду. Когда? Хороший вопрос. Точно так же, как и все остальное. Хотели бы вы тоже узнать, да? Скажите, и я очень не люблю слухов, но у нас очень в последнее время часто так вот приходится со слухов начинать разговор, но сегодня я не могу не спросить. Вчера появилась информация о том, что вас переводят в Харьковскую область. Якобы прокурором. Это слухи или есть действительно под этим какая-то почва? Я ничего об этом не знаю. Вот сразу вам говорю. Это раз. А второе, я очень не люблю слухи. Это два. И даже нас знают милиционеры, что даже если они приносят мне информацию, я ее проверяю потом 3-4 раза. В данной ситуации, пока я не увижу какой-то документ, я вообще об этом говорить не хочу. Вот это единственное, могу сказать, с 8 числа иду в отпуск. Все. С 8 числа вы уходите в отпуск? Надолго? Не-не-не, на недельку. Всего на недельку? Да. То есть преступности разгуляться не удастся. Да, ну. Скажите, пожалуйста, мы как раз с вами встречаемся в преддверии первой годовщины национальной полиции Украины. Вот как бы вы этот год оценили в целом? Прошедший год? Как сложный, трудный, но подающий надежды. То, что вот последние 3-4 месяца по цифрам, по тем каким-то неуловимым каким-то моментам, можно сказать, что ситуация стабилизируется. Я очень бы хотел, чтобы эта ситуация стабилизировалась окончательно, и чтобы мы, ну, как иногда говорят, достигли дна и от него оттолкнулись. Скажите, вот то, что вы говорили в начале 90-х, специально в такой сложной ситуации, которая была в начале 90-х, сейчас не менее сложная ситуация, судя по преступности и вообще по ситуации в стране. Можно ли ожидать действительно создания каких-то специальных подразделений, как тогда же было подразделение по борьбе с организованной преступностью? Что вообще даст вот это объединение розыска и следствия, создание новой службы детективов? На часе это или все-таки надо спецподразделение по борьбе с организованной преступностью создавать? Знаете, я не принимаю решения по созданию таких подразделений. Но если бы у меня где-то кто-то спросил, то я думаю, что наступает такой момент, когда надо пересмотреть и законодательство, вот то, что в самом начале мы начали, надо пересмотреть и законодательство, которое, это и уголовно-процессуальный кодекс, и уголовный кодекс, которые позволят сотрудникам правоохранительным органам максимально быстро реагировать на те вызовы, которые сейчас происходят в стране. Это очень нужно сейчас и очень необходимо. Наверное, в связи с этим и необходимо как-то трансформировать, я не говорю реорганизовать, потому что уже мы реорганизовали, но организовывать, создавать какие-то новые подразделения действительно необходимо. Ну и тем, кто сегодня на службе и не только тем, кто на службе, тем, кто занимается правоохранительной системой в преддверии первой годы нацполиции, что бы вам хотелось сказать коллегам, подчиненным? Я сейчас всей стране скажу, нам всем нужна стабильность, всем нужна стабильность, это самое главное. Нужно успокоиться сейчас и взяться за работу и всем работать. Ну и удачи, конечно. Что ж, желаю вам и всем, без исключения, вашим коллегам, кто будет отмечать праздник на посту, кто в кругу друзей или семьи, кто в ожидании результатов аттестации. Впрочем, бывших сотрудников правоохранительных органов не бывает. Поэтому всем, без исключения, железные выдержки и отсутствие преступлений, стремимся к этому. Пусть на рабочем месте труд каждого будет оценен по достоинству, а дома всегда ждут и любят, несмотря на круглосуточные дежурства и выезды среди ночи. С наступающим вас праздником всех ваших коллег с первой годовщиной национальной полиции. Ну и мы сегодня с главным полицейским областем Игорем Репешко говорили как раз о гранях современных будней стражей порядка, борьбе с преступностью, реформе и переаттестации. Спасибо, что провели этот вечер в нашей компании. Вы, как всегда, придаёте нам сил и уверенности. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин